Ари-Ари-Ари-Ари! Несчастье, неудачи, все негативное, отрицательное в материале. И наоборот, все между источником счастья, и само счастье, предчувствие счастья, вера, правильное общение, это все связано с Богом. Поэтому Священные Писания дают нам ограничения для материальной деятельности. Что-то мы хотим делать, к чему-то стремимся, но шастры с этим могут не согласиться. Например, распространенная слабость заключается в том, что человек привязан к семейной жизни, естественно, могут быть. Но если вы откроете шастры, вы увидите на предостережение. Будьте осторожны, не привязывайтесь слишком к семейной жизни, источник сердания. То, что для нас очень дорого в этом мире, является источником проблем. Такова и люди. То есть мы принимаем привержище в том, от чего будем страдать. Аттиатника, Тибаутика, Титайника. Три вида привержища писать в этом. Каждый из нас принимает привержище в этих трех факторах. В трех, как бы, энергиях. Привержище означает место, где мы чувствуем себя в безопасности, защищенными. Можно как-то проявить себя, раскрыть себя, реализовать свои желания, достичь желания. Это привержище называется. И вот это материальное привержище заключается в этих трех моментах. Аттиатника, Тибаутика и Аттно. И когда человек принимает привержище в этих трех энергиях, какова причина, что он принимает это привержище? Его вера. Откуда эта вера у человека спонтанная, что материальное существование даст ему убежище и счастье? Откуда? Он знает, убежден в этом целом. Откуда же это? Это уже давно приобретенная вера, врожденная вера. Виной тому анархии, материальные желания. Мы верим в материальные желания. Поэтому ищем материальных условий, возможностей для исполнения этих желаний. И верим только потому, что у меня есть такое желание. То есть желание и является законом для меня в этом случае. Но в Шахте говорят, что материальные желания на самом деле не законны. Они незаконны. Для человеческого существа они незаконны. У человека является ответственность за его материальные поступки. В духовном смысле делайте, что хотите. Нет последствий. А карма – это духовная чистая деятельность. Там нет никаких последствий, связывающих душу, которые заставили ее страдать, отвергаться в цикл рождения смерти, ваты, рай и прочее. Нет последствий. Но в материальном смысле слова обязательно будут последствия. А дайва означает, что природа. Дайва означает материальная природа. Вот мы здесь родились. В конкретном месте. Принимаем придерживающие в этом климате, в этих стихиях. В конкретной стране, обществе, семье. Дайва. Я думаю, вот есть сезоны года, день и ночь для моего наслаждения. Весной мы будем посылывать землю. Осенью сыграть урожай. И там у человека появятся планы в соответствии с этими циклами, как действует дайва. Возраст даже. Дайва влияет на наш возраст. Тоже есть планы на возраст, пенсионный возраст, учиться. И всего человек развлекает какое-то наслаждение, какое-то счастье. Он ищет прибежище по этой материальной энергии. Но она же и является причиной страдания. Жара, обороты, трясения, наводнения, засухи. Все что угодно. Адхипута означает живое существо. Пут. Живое существо. Мы, конечно же, ищем прибежище среди живых существ. Семья и общество очень дороги. Крайне важны для нашей жизни. И именно таким образом мы стараемся обрести счастье. Даже несмотря на суровые законы дайвы. Я думаю, но я прожил очень близкими и любящими людьми. И вот что важно. Я могу терпеть эти страдания от внешних условий. Потому что есть близкие люди. Семья, общество. Но если я посмотрю внимательно. Более внимательно до конца, это принцип. Он же является источником самых тупких и глубоких страданий. Именно от близких людей. А от других людей мы получаем более глубокие и тупкие страдания. И адхиатма – собственное тело. Мы взрослеем. У нас появляется сила, уверенность, должное эго. Крепкое. Есть вера в это. Никто не обучает на страданиях. Человек верит естественно в свою молодость, в свою силу, в разную красоту, в способности. Какой-то человек скажет – все, я готов в эту жизнь. Почему? Просто я желаю этого. Желание смотреть. Но когда он уходит в жизнь, выясняется, что он не готов до конца. Потому что нет опыта, много ошибок совершает человек. Откуда такая уверенность? Самоуверенность говорит – ложная уверенность. Это вера в собственное желание. Но что касается духовных, духовное прибежище – тоже нужна вера. И тут люди говорят – ну вера – это что-то отстраненное, неощутимое. Ее нельзя потрогать, нельзя опираться. Я верю вот в то, что вижу непосредственно. То, что могут взять в руки, иметь. Умеренность какие-то официальные, какие-то полномочия, другие. На это нужно полагаться. Вот есть основа. А вы опираетесь просто на веру? Нет, нет, нет. Мы опираемся, прежде всего, на очищение сердца. Вера имеет временный характер, но сердце неочищено. Иногда человек будет верить, когда очень трудно. Попадает в политическое положение – может поверить в Бога на какую-то минуту. В большинстве людей так случается в жизни. Но при других обстоятельствах – ну забывай. И даже не. Почему? Материальные желания. Но кто-то скажет, ну материальные желания не же естественные, а духовные, они… Устилия нужно совершать. Чтобы обрести какие-то духовные желания, нужно столько тоже усилий совершать. Нет. Невозможно обрести духовные желания при помощи усилий. Например, огонь. Если нет источника огня, а у вас старые дрова, невозможно разжечь огонь при помощи усилий. Не вам нужно. Ну а другого огня легко разжечь огонь. То есть, конечно, духовные желания несложно приобрести в правильном общении. Поэтому, о чем мы шастыне говорили, они будут сравнивать. Духовные и материальные. Гораздо легче жить духовной жизнью, чем материальной. Но сложно жить одновременно и духовной и материальной жизнью. Одновременно и материальные желания, и духовные желания. Это крайне сложно и сложно. Потому что вожделение и любовь к Богу, к ама и према, в разных направлениях друг от друга за 40 миль. Прямо противоположных направлений. Невозможно взять то в другое. Что-то одно нужно. И вот это пространство как бы выбора в нашей жизни, оно может занять огромное время полностью в нашей жизни. Значительное. Это пристрастство выбора. Человеку трудно продвигаться в духовной жизни, потому что он привязан к материальному, он держится. Вы посмотрите, когда вообще-то возникает вера. Однажды мы пошли в город Прагубу в Алматы. Я не помню, как это был год, уже 95-й. Я был когда-то в детстве в Алматы. Я помню эти красивые горы. Там сады в предгорьях прекрасные. Я помнил, я хотел увидеть снова эту красоту. Сколько я привязан к красоте. Как художник, я хочу завершать красоту. Мы отправились туда. Горы были очень красивые, как всегда. При этом снежные вершины, знаете, переснать, ясный воздух, зеленые еще ели, скалы розовые, белые, розовые, зеленые ели. В общем, невероятные краски. И в предгорьях там пышные сады, груши, яблые сады. И мы хотели пойти в эти сады. Я знал, что там можно набрать бесплатно яблые, груши. В то время это еще было легко. Но, когда мы вышли из транспорта и пошли к горам, выяснилось, что частный центр полностью перекрывает путь к предгорью. Частный центр, запоры, 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 дорог. Никаких нет. Барьер такой, знаете, частный центр. И мы увидели, какая-то хозяйка там, что-то идет на земле, и кто-то попросил, можно мы пройдем через ваш город. Мы хотим просто мрагулку пройти в эти горы. Но она такая радушная оказалась. Заходите, пожалуйста, если нужно, садитесь здесь, отдыхайте. Вот вам стол под этим деревом яблони. Она такая радушная оказалась. Я могу принести молока, если вы хотите, у меня коровица. Вот такой деревень, простой человек радостный. Мы были, конечно, счастливы. И мы вошли на ее территорию. Боже мой, это чудо, я весь пор помню все. Редко можно увидеть такую красоту. Какой он был сад. Это были розовые плантации. Ничего лишнего. Стебелек к стебельку. Каждый розовый. Ни одного виолого листика. Все было покрыто как будто росой. Такие огромные в пригорях розовые розы. Вот, не фучу, как будто. И запахи волнующие. И какие-то там шмели, и какие-то бабочки, и птицы, и все. Это такой, знаете, восторг какой-то. И праздник такой, солнечный праздник. И цветники, и цветники. И вот эти вот яблоневые сады, и грушевые. И стол под яблони. И молоко. И хозяйка добрая. И корова рядом мучит. Просто бриндаун. Мы были ошеломлены. Один человек такой может сделать. Как красиво, как удивительно. Какой вкус. Какой интеллект. Какой сотрудничество с природой. Много можно для того, что сказать, когда мы удивлены. И мы на самом деле поражены этой расой. Вкусом нас поражает. Как это? Что возможно? Я тоже могу так сделать? Да. Чтобы трудиться, сделаешь то же самое. Опыты. Туда посадил, сюда посадил. Слышно самое растут. Общаешься с нее. Познаешь, что это. Все лишнего дергиваешь оттуда. Воливаешь. Все. Прекрасно растет. Тобой здесь воздух. Все так прекрасно на самом деле. Все для этого солдана уже. Ну? Тебе нужно было сознание и усилия. А у нас что-то со мной все. А тут за забором мы сидели. Бурьян. Там тоже какой-то участник. Там просто какие-то колючки и клещи. Но они заходили и ходили. Будете обходить все равно это место подальше. Вообще. Господь читал не говорил. Стань задолго. И вот когда-то мы с вами увидели чистого предка. Его одежды, его поведение. Его контроль чувств. Как он говорит. Как он сидит на поле сидит и говорит. Как так красиво. Как все изысканно. Как все изысканно. Как все изысканно. Как все влиятельно. Впечатляюще. Что-то такое. Садовник хороший. Он знает, как работать с этой природой. Как поливать. Как сделать почву. Как придется. Вы смотрите. Что-то такое. Бывает что-то. Чудо. Так. И из пропада приехал на запад и очаровал на запад. А как-то. Вы тоже можете так пропадать. Вы тоже можете все это понять и убедить сделать. В чистоте это сила. Вот эти принципы соблюдайте регулирующие в этом акте. Повторяйте ежедневно. И у вас будет то же самое. Тоже получится. Откуда вы знаете, что конечно существует. Спросили вы. Вы тоже это можете убедить. Пропада отвечал себя так. Вы тоже можете это убедить. Откуда знаете, что душа существует. Вы тоже можете это убедить. Каждый это может убедить. И если мы не создадим условия и пропада говорю. Мы не получим должного результата. Как в химии он приводит. Есть очень сложные реакции. Нужна очень точная последовательность соединения реагентов. Время и температура. Третий фактор очень строго учитывается. Точно нужно сюда. Если вы подготовили и создадите все необходимые условия для этих экспериментов. Он несомненно будет успешным. Но если хоть один фактор вы нарушите. Время или пропорции. Или последовательность. Ничего можете получить. Точная наука. Точная наука. Математически точная наука. И так мы учимся жить последовательно в духовной жизни. Что это значит? Сегодня мы достигли какого-то экстаза. Какого-то просветления. Каких-то реализаций. Хорошо. Завтра мы должны опираться на этот опыт. И сделать следующий шаг. Не так, чтобы шаг вперед. Шаг назад. Шаг в сторону. Снова шаг вперед. Два шага назад. Не последовательно. И как же можно так продвигаться последовательно. Постепенно и уверенно в духовной жизни. Если станем задолго. Если настроимся на очищение сердца. Как мы уже упоминали. Многие преданные. Хотят избежать этого процесса. Поскольку он не совсем вам приятный процесс. Очищение сердца. Как в больнице. Приходится принимать лечение не очень приятной процедуры. Может быть. И больной собственно говоря. Желает избежать их. С другой стороны. Он принимает это. Поскольку есть разум. Именно хотя бы и поможет ему. Но многие преданные думают. Что этот процесс должен пройти неосознанно. Как под наркозом. Когда очень болезненная операция. Сложная. Тогда человека в полный наркоз вводит. Он ничего вообще не помнит. Людям. Вот это хорошо. Вот так. Вот так. Вот духовная жизнь. В наркоз. Киртен. Меня погрузили бы. А когда я бы пришел в себя. Я уже был бы чистым. Но почему же. Кришна хочет. Чтобы мы осознанно прошли этот путь. Туда. Если мы осознанно прошли этот путь. Туда. Обратно. Мы не вернемся. Никогда обратно. Так устроил душу духовную жизнь. Что обратно. Ты никогда не вернешься. Если мы не осознанно будем блуждать туда-сюда. Мы никогда не вернемся. Если даже вернемся. То можем снова упасть. Не осознанно. Нужно познать. И что такое деградация. И что такое прогресс. Осознание Кришны. Осознание Кришны. Осознание Кришны. И что такое его энергия. И. Анардха. Означает. Та энергия. Сила. Которая меня. Толкает. К материальной деятельности. Помимо даже моего желания. Кришны. 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 Бывает. И он говорит. Все. Никогда больше есть не сомнительство. Конечно. Вы не поверите в это. Который проголодается. И помимо своей воли он пойдет. И сомнительство. Мальчики всегда говорят. Я никогда не живу. Я никогда не живу. Я никогда не живу. Я тоже такой не живу. Но время приходит. Хотите не хотите. Вы должны интересоваться. И делать. И есть в этом договоре. Помимо воли. Человека заставляет действовать. Будем материальной природы. Ахидаева. Ахидвута. Ахиатма. Ахзовский ум. Тоже. И пока анархи управляют нашими умными чувствами. Наши направления ошибочны. И будет полно беспокойств. Разочарований. Сожалений. Чувствия вины. Тяжести на сердце. Иногда духовно же может сопровождаться вот таким настроением. Депрессивным настроением. Почему? Нужно сознательно вырывать сорняки. Ее праздники. Но кто-то спросила. Как это сделать? Я вижу в себе. Зависть. Ну и что я имею в виду с ней? Как ее умру? Где она? Как ее схватить? Как ее вытащить? Где эти корни? Образы, например. А на праздники? Что это такое вообще-то? Вот тут жадность у меня процветает. Тут зависть. Вот прям передо мной. Вот я через нее прям смотрю. Через этот густарник зависти. Через полючи. Тут гнев тоже. Вот они чередуются. И все. Тут жажда. Почти не хочется. Я должен пить что-то. Тут есть. Тут сон. Тут еще что-то. Тут все эти потребности вокруг меня. Никуда я ее дену. Иногда дети копаются в носу. Любовь это подблюдать. Подблюдайте. Они умудряются засунуть весь пальчик. Попробуйте. Потому что, наверное, что она там попадается, они вытаскивают такую штуку. Попробуйте. Вы не согласитесь. Сейчас не за что правдать. Вот мы интересные эксперименты. Если бы Калий сейчас что-то достал тут. Что с этим нужно делать? Снова бросить до места. Значит, вы-меддно выбросьте и вы будете ему. Все, 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 все. Не было. Ничего не было. Это анаргина называется. Вот такое отношение к анаргину нужно разлить. Вот я вытаскиваю каждое утро, и все равно там что-то остается. Откуда все берется, интересно? От самого материального существования. А оно все это требует очищения. Не так, что я сегодня очистился на кип, то не все, можно на завтра хотя бы забыть. а об очищении достаточно чтобы как-то протянуть несколько дней нет мы не просто хотим быть с отличными чистыми хотим вишут хасадху это совсем другое вишут хасадху означает что из самого желания материальные грешить уводит само желание становится отвратительным не последствия не процесс а саму даже желание за отвратительного так разлуки при этом защищен таки образом потому что как только у него возникает какая-то даже косвенная мысль о чувственных наслаждениях он сразу чувствует отвращение на корню отбрасывает сразу как только он соприкасается как месяц в отличие от обычных людей которые не могут сразу установить этот процесс в уме желание похоти похотливых желаний и начинают думать об этом пока не появится ощущение и когда уже появляется ощущение реальное в сердце возбуждение начинает привлекать и пьет и чувство а это уж другое вот еще до того как то ощущение проявится бред не знаю что нужно сразу же абсолютно бесполезно об этом говорить ему начали мы знаем что как только могу вспоминать о чувственных наслаждений а близости женщинами вспоминает думы пытаясь о чувственных наслаждений губы кривятся отвращения но это когда-то понимали что нужно так плевать на женщин нет вначале придет на свои желания мерзко вот это настроение женщины не мерзко некрасивые женщины красивые когда-то был сам же все не покупали какое-то здание это здание было в стиле барокко что-то в роли старинные высокие потолки и там тлафон были расписаны очень красиво и пропады смотрел подняв голову улыбаясь с восхищением эту роспись в начале тоже голову затянули посмотреть что удивительно там были обнажены женщины женщины красивые так хорошо а вот брать чужих женщин не только не только начинающие преднощиваются в этом религиозные лидеры прошлого делали серьезные ошибки во время они провоцировали свежая грех были источником как бы исчезья ада считалось хотя на самом деле проблема в желании в анарду то есть в сердце нужно убить это исчезья ада и то есть процесс он такой что есть четыре революющие принципы это хорошая почва есть себе бахти мы получаем эту полную жительную насажаем и поливаем каждый день но когда мы поливаем на хорошей почве себе бахти конечно же будут расти из орифий и вот тут нас появляется долг садовников мы тогда воспрочитаем выпалывайте садовники убрасывайте и еще одно обязательно сделайте ограду здесь садовник дерево какого-то обязательно сделают ограду потому что здесь ходят коровы обезьяны погибнет но когда уже дерево сильное и вот этих животных нужно сделать ограду эти животные что они как те оскорбления которые совершаются в уме это языке и поступок и отчаяния подробно нас нас классифицировали все эти виды несчастье этих ужасных оскорблений аппарат действует оскорблений и когда ум успокаивается духовной практике означает что мы готовы слушать на какие-то суши воздушные тема кришне смотрите даже анархи могут там не мешать настолько могущественно духовной жизни даже анархи могут успокоиться как пропадает ум конечно же он опасен и силен как тигр опасен очень опасен я жил на дальнем востоке и там много историй слышала в частности они там живут на воле и когда мы были в области юности в походе и мельком я видел тигра в лесу я был очень сильно напуган он прошел тогда я почувствовал что мы абсолютно незачащий человек если тигр сейчас выйдет перед нами мы ничего не сможем сделать никак не сможем очень опасно животные пропадают умы так активно если он что-то настоятельно требует вы не знаете что с этим делать я знаю что вот это не нужно делать но я делаю я знаю что уже жена то я влюбился в другую эту заборную женщину что я тигра тигра но пропад говорит есть прием кормить тигра нужно до утвала хорошие пищи кормить и так чтобы у него ноги не расставали на земле это такой удовлетворенный значит вот лежать просто на место вот такой живот будет большой двигаться не захочет и на такой свет удовлетворенный вот это или вы можете даже подойти к нему сесть на брюхо и потрепать по загривку такой пример такое опасное животное но в этом состоянии безопасно и вот такова сила духовной энергии что даже присутствие на сильные материальные желания если мы практикуем хорошо санкиртанов и свою медитацию мы все же будем удовлетворять несмотря на тысячи материальных желаний будем каждый день удовлетворены то есть ум потеряет силу как бы агрессию он тоже будет говорить хочу то хочу это но как же в другом тоне так как бы извиняюсь неплохо было бы может быть в следующий раз ты не хотел бы но если вот удастся то может быть так так при этом планируется материальное существование если получится то будет так при случае может быть я так и сделаю да потому что ранее слабевает материальное что нету же того энтузиазма решимости все пожертвовать ради этих материальных целей построить дом купить машину жениться у кого? да нет это на них посмотреть ничего не нужно ну просто так мягко там при случае если не подвернется что-то имею ввиду я я для Кришны я Кришна то есть специально делать не буду но если Кришна не пошлет непосредственно я не приму вот это и вредник их путает они говорят это Кришна послал я ничего не делал сам человек подошел сам познакомился сам посмотрел и так похоже это сам Кришну да 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 вот тогда они это принимают Кришну так Кришна нам сказал оставь все это иди ко мне все не путайте это все еще ум это все еще ум это все еще ума банчика это же само по себе ко мне пришло значит Кришна нет плохая карма тоже приходит сам по себе еще есть какие-то коммерческие последствия нужно быть осторожным Кришна хочет чтобы мы все это оставили материальное и ставим на путь духовный и в процессе духовной практики это желание нас возревает каждый днем все больше 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 бывают такие дни и минуты когда предны клянут за себе что я буду с Кришной жить за жизнью никуда не буду отвлекаться это мой дорогой Господь сердце такие минуты сокровения бывают у каждого когда каждый может поклясться вечно преданным любовным бескорыстным с ним вот такая сила духовной жизни такая милость мы вчера читали главу сезон дождя 8 мы упоминали что это взгляд чистый взгляд Кришна иногда созерцает Вриндаву в собственном направлении но есть особенность Вриндаву не обычный лес это духовное явление потому что все что есть во Вриндаву и деревья и травы и коровы и облака и воздух они все служат Кришне они являются его непосредственно внутренней энергией исполняющей его желания и так деревья они медоносят когда Кришна подходит к ним и начинает свистеть сразу же ему он останавливает свое движение и вспять поворачивает там Кришна если он такой в таблине и несутся туда лотосы и запахи и бриз начинается и воздух начинает волноваться и гонять все эти запахи и пчелы грудят вокруг его гирлянды поэтиридически гимны можно только представить что такое Вриндаву трудно представить что такое Вриндаву где каждый атом служит Кришне так скажется если там атом и другого но если так можно выразиться что и величайшее и величайшее все служит Гавардхан очень велик огромное радостное для того чтобы исполнить желание Кришна принимать такую форму даёт такие потрясающие возможности для игр из кунжи пещеры ручьи пруты прекрасные цветы травы деревья Гавардхан очень красиво это описание и его форма его качества Гавардхана его действия все связано с желанием Кришны Кришна художник Гавардхан его изображение гопи это тоже его изображение они отражают его желание их форма отражает желание Кришны их действия отражают желание Кришны Кришны Кришна истинный Бог этим Бриндаваном наслаждается Кришна и когда мы читали описание осени Бриндавана что происходит осенью как люк дождей и как красиво становится природа как она украшает себя в это время чтобы Кришна мог созерцать эту красоту то мы конечно видим что то же самое можно увидеть и в других лицах я бы сказал как красиво казахская степь русская как красиво тугарная степь или тайга сибирская или Байкал потрясающе я был к сердцу Байкала самое красивое место это место силы нам каждый год собираются устроить все шаманы мира место силы и все же если нахуй трассу в Бриндаван ничто не привлекает больше ни великий тихий океан мы тоже видим ни черное море ни Баренцево море мы тоже видим в Бриндаван не искупить в высоком горах в заговорном одино почему потому что это не изначальная природа а отраженная природа а изначальная только вреда поэтому когда человек достигает саттвы или шутха саттвы он видит везде вреда это отсутствие анатро он просто видит вреда если он достигает саттвы он может везде увидеть красоту как отраженную красоту он еще не видит оригинала но по так же уже судит оригинал должно быть великолепен но он еще не знает что это вреда но он уже может ценить эту красоту везде и гармонию увидеть и понимать что это непостижимое разум присутствует это отражение высших сфер но что это что за сферы он не знает о чем саттвы потому что есть вишутка саттвы то есть очищение само по себе не приводит к совершенству очищение означает что есть первая возможность пригласить Кришну в свою жизнь вот и все когда мы начинаем испевать свои круги из принципа заниматься служением у нас появляется возможность пригласить Кришну в свою жизнь и он отвечает сразу же очень быстро за считанные какие-то два года он сразу послает духовный учитель сразу же если ты искренне и прядок сразу был человек поддерживает сразу будет общий тот прядок он тут все нравится он оборачивается прядок такими глазами знаете Вринталок кругом Кришну кругом это не церный прядок на пол падает дважды не церный два раза падает ты ждем не встанет Бог когда к нам приезжал я помню мы хотели дорожку высидеть с метро до квартиры было такое желание мы не нашли такую длинную дорожку и собрали такие деньги но такие слова проскальзывали вот рядом готовы были на все то есть так вначале мы чисто смотрим на все что связано с Кришной но не так все просто если приедете в Вринталу и думаете вот он Кришна и Майяпур от храма от храма и Госпочитания то же самое а посмотрите-ка что делают брижабаси когда-то я поймал на Аудибу я был еще нефитом совсем но это нефитом был в каком-то ожидании вдруг вижу такое явление павлиц идет в садху саняйся местный и курит сигарету я такого представить не мог в святой храме всех должны быть преданными если он соблюдает регулирующие принципы не так я взял фотоаппарат наверное засниму я покажу если они поверят я уже представился как лавочник мне сказал это не очень хорошо не снимай это снимай хорошие вещи в святой храме мы не должны критиковать ничего вот тут и проявляется наше сознание можно увидеть как бы кажущие недостатки в храме нет не существует никаких недостатков недостатки все в нашем мире банантов когда человек наполнит любовь к Богу он не заметит никаких недостатков ни в чем и то есть наша практика заключается в том чтобы контролировать ум речь чувство местные жители приживаясь спонтанно привязан к Кришне хотя не могут и не следовать всем правым предписаниям внешне но у них есть и поэтому мы уважаем почитаем каждый кто хоть как-то связан с Кришной достойно уважение почитаем такой человек уже не критиковать потому что наверно пути очень близок к цели он уже привязан к Кришне если кто-то привязан к Кришне это означает что он уже прошел в прошлой жизни все духовные практики если кто-то так все в сердце верит в Кришну и несмотря на то что он уже неудобные поступки Кришна говорит это садху он наверно пути и путь его заканчивается анархия обладает такой силой что могут сбить с долгу даже мудрого человека поэтому предан нуждается в том чтобы его поправляли общество преданное то что подает и надеясь на вас создал общество чтобы мы могли помогать духовной жизни а все иногда мы приходим без всякого опыта мы приходим заниматься духовной жизнью нам может показаться что если я повторяю что на свого в маторе полгода я уже очистился но общество преданное то сталкивается с реальностью что же такое анархии в ритте что же это процесс что такое баджана крия и насколько глубокие эти корни анарх если даже в городе все эти вот ростки и корни все равно остаются они прорастают возвращаются эти желания могут через двадцать лет может вернуться какой-то материал насколько же глубокие эти корни как каптус в пустыне воды же нету как он там живет корню его там до 70-140 метров вглубь туда он все-таки достанет в воду представьте как сложно выкачивать систему и все же когда мы искренне воспеваем святое имя говорится это возможно и получаем транзинертное знание когда мы воспеваем с верой это возможно без веры нет корни останутся и чтобы обрести эту твердую веру ну конечно же необходимо обрести знание без знания веры славы не устойчиво когда мы через несколько лиц для не кришна мы уже стали слышать некто отклонения которые случаются во время времени то ритвики то еще что-нибудь все это известно шесть ересей склонения есть такая книга шесть ересей склонений шесть отклонений которые вообще можно было наблюдать то есть каждый год тогда же какие-то были явления странные проявлялись какие-то отклонения он давал лекцию по своей собственной книге семинар проводил и сказал я написал книгу потому что я очень хорошо знаю все эти шесть отклонений что участвовал в каждом из них участвовал в каждом отклонении из этих шестидеральничных я хорошо знаю написал что такое анардха что такое отклонение анардха это не ошибка не совсем так это не совершенство но настоящая анардха переходит в оскорбление когда становится намеренной у него может быть ошибочное мнение это не отклонение ну иногда я ошибаюсь не точно могу что-то выразить ну это не проблема но если я настаиваю на эти ошибки отстаиваю это аппарат то есть аппарат это намеренная анардха то есть я уже умышленно занимаю эту позицию не уступаю я вот так думаю считаю что это правильно поэтому в материальном мире люди живут этими беспокойствами пищей и стимул их жизни это беспокойство страхи вожделения гнева возбуждение отойдут им силы какие-то страх и прочее продолжать их деятельность но в духовной жизни стимулы может быть другого мы действуем ради того чтобы вести сокровенное сокровенное отношение с Богом эту стимулу мы заимствуем из писаний от святых личностей у шастры такие основные веростницы тверже и тверже и тверже сегодня мы тоже что-нибудь прочитаем прочитаем оно небольшую лилу я буду читать сразу перевод на русский язык 10-й бесовещенный бадок 19-й глава главу отгадайте сами Шакадерга с вами сказала пока пастушки позабыв обо всём на свете играли их коровы заперли далеко и далеко оставшие без присмотра животные в войск восточной травы вошли в густой лес так здесь описывается что игры это главная обязанность жить в ритама не работают игры вот судя по этому это не халатность не думать что они просто как тут халатно поступили этих природы детей трансценятных играть играть они в смысле беззаботные как вчера мы упоминали что в ритамане была атмосфера бесстрашная беззаботная праздник наслаждение Кришна танцует убивает демонов это все коров тогда как в облаку Вриндавана планета была в тяжелом плачевном состоянии она обрела облик коровы чтобы идти в браме и просить помощь столько демонов обременяли ее жизнь прятали оружие столько воинственных царей столько было насилия столько было гнева борьбы за власть а во Вриндаване был праздник каждый день никто вообще не думал про эти вещи потому что это был вреда в духовном мире и здесь описывается что сделал бы Камсон со своими пастухами которые бы заигрались бы и забыли про корову тебя я вас уверенно жестоко бы наказал Камсон но Кришна другое царь как играют эти мальчики пастушки их их сотни тысяч их не пять не десять не двадцать человек иногда на Харинаму уходит пять человек такое зрелище очень слабое но когда дверь в себе уходит все а что же захочется Харинаму когда пастушки идут пасти телят там тысячи тысячи сотни тысяч пастушков и что они там делают они просто играют они друг друга по именам называют иногда имена эти таковеркают иногда зовут по именам коров корову мычать в ответ все это наполнено звуками какими-то криками смертным именами постоянно имена коров Кришна повторяет громко просто идет и поговорит с ними разговаривать заигрывать кто-то прыгает в реку кто-то прыгает лягушка они все заняты какими-то развлечениями и кришна то есть наблюдает и ставьте такой вот такой большой маскарад вообще на пастбище и на работу и так они заигрались что это они творят иногда можно видеть такие картинки по описанию иногда очень опасно они могут раскачивать ушках деревьев потом пускать скажу что взрослых все перепугать иногда они берут и натягивают веревки между пальмами очень высоко пальмы качаются на ветру и они ходят по этим канатам покрышки смотри я не боюсь и показывает кришне свою свою отвагу очень бесстрашно или бачки пастушки играет даже современные дети играют что взрослым лучше смотреть они любят быть страшными ты все природе есть природе наслаждение есть нам выграют в войну не много раз убивают друг друга и много раз это тоже тоже так же когда демоны приходят лишь набиваются и повстрадают и ходя из одной части леса в другую стадо состоявших из коз буйволов и коров наконец обрело взрослых тростника там еще были козы и буйволы оказывается в это время в лесу по соседству начался пожар и животные измученные жаждой от приближающегося пламени стали жалобно мычать можете пучать жалобно пожар-кому-жар-кому и вообще пить хочется невозможно буйволы это больше еще буйволы очень хорошо хватившись коров кришна рама и друзья пастушки почувствовали угрызение совести от того что забыли про них мальчики стали искать и повсюду на нигде не могли найти Тогда мальчики решили проследить путь, по которому прошли коровы Они искали на земле следы их копыт, а также помятую выщипанную траву Все они были очень беспокойны потерей своих кормилиц Водя в лес мунджа, пастушки наконец уверили своих драгоценных коров Которые, потерявшись, жалобно мучали Затем пастушки, уставшие, мучимой жаждой, погнали коров обратно в деревню Верховный господь звал коров голосом, подобным грому из горзовой тучи Слышав свои имена, коровы радовались и отвечали господу грому замечания Внезапно со всех сторон пастушков окружил ужасный пожар Грозившим он что-то все живое Его колесничий неистовый ветер гнал пламя все дальше и дальше То и делается пламя, и воровались с ног и искр Чудовищное пламя вытягивало свои языки, готово проглотить все Всех двирующихся неподвижных существ То есть они упали в кольцо огня Было очевидно Пастушки и коровы, объяты ужасом, неотрывно предели на бушующих пламя Поступавших к ним со всех сторон В поисках спасения не бросились кришне и поварами Совсем как те, кто в страхе перед приближающейся смертью взывают к верховной личности Бога Начали обратились к ним с такими словами Пастушки сказали О Кришна, Кришна О великий герой Махармират О Рама, чья доблесть не знает границ Пожалуйста, спасите своих преданных слуг от этого ужасного пожара У нас нет нового предближающего, кроме вас То есть сознание Кришна проявляется именно в трудные моменты жизни Как здесь вписывается? Пожар, безвыходное продолжение И что же они делают? Не обращаются к Кришне Кришне, не допусти смерти своих друзей О знаток природы всего сущего Мы почитаем тебя своим повелителем Мы души всеценно преданные тебе И тут они вспоминают его могущество Выглядят, они забывают его могущество Теперь они вспоминают его могущество Что Катевга с вами сказал Слышав мольбы своих друзей Верховный Господь Кришна сказал им Просто закройте свои глаза Ничего не бойтесь Интересный пример О, Пожар Спасибо Просто глаза закройте Каково? Как это пишет? Как можно поверить этому? Если бы мы такое сказали дружу У меня проблема Ты глаза закроешь Вот машина встречная несет с нами А глаза закроешь И руку отпустили Глаз есть Означает, что человеку не собирается помогать вообще Просто игнорирует вашу просьбу И Кришна говорит А, не беспокойтесь, глаза закройте Видите, пошли на то, глаза закройте и все Каково? Ну что самое интересное? Мальчики ответили Хорошо будет подходим Он сразу согласен Каким-то образом они Пять лет И тотчас зажгнули глаза Затем Верховный Господь Повелитель мистических сил Открыл рот И выбрал в себя Буршующее пламя Избавив своих друзей От опасности Скажите А зачем он сказал закрыть глаза? Почему не мог бы Поглотить пламя присутствия их? Чтобы не демонстрировать Дружбу, чтобы не представлять Чтобы они считались Пастушки смертельно устали Их мучил голод Голод и жар И вдобавок ко всему Их чуть не проглотил Поглотил лесной пожар Все это писано здесь Словом кричка Пастушки открыли глаза И с удивлением Обнаружили Что никакого пожара Больше нет На самом деле Вместе со своими коровами Вновь находятся Под синим деревом Хандира И не было никакого Поглотия Показалось Песня Также не по первым сидят Коровы все на месте Ничего и дело Просто глаза закрыли Открылись Вот он средство проблем Просто если проблемы Четкие Берите глаза Закрываете Повторяете Галерея Кришки Закрываете глаза И вы Поглядь Все это вам представилось Что Ай Конечно Можно с разных точек зрения Писать Почему Он просил Закрыли глаза Пастушков Одна из причин Это то Что Это было Сверхмогущество Кришна Благодаря И видеть Если бы они увидели Сверхмогущество Они бы испугались Подумали А кто что Подошли Мы с ним так Запросто Играем Если бы он вдруг Весли свой пожар Бушующий Здесь Старол Все И так Дымок Можно даже и дыма не брать Просто Поглотить Возможно Это повлиял Одну игрушку Когда пастушки Поняли Что спаслись Только благодаря Мистическому могуществу Проявленному Внутренней Энергией Господа Они решили Что Кришна Должна быть Полубог Пастушки Друзья Кришна Пришли Восток О Такая Кришна Полубог А мы Близкие Друзья Значит Мы такие Солнце Клонилось К закату И Господь Кришна Вместе с Балараной Погнали коров Обратно В дом Играя Особой мелодии На своей флейте Кришна Возвращался В деревню Пастухов В окружении Своих друзей Которые Прославляли Его Юные Девушки Пастушки Были безмерно Счастливы Вновь В глубине Габинду Ибо Одно мгновение Проведенное Разлуки С ним Казалось Им Сотни Веков Избавив Пастушков От ужасного Лесного Пожара Кришна Затем Избавил Пастушек Избавил От сжигающего Их Клами Разлуки Габин Во главе Сашимати Радхарани Любят Кришну Сильнее Всех Поэтому Даже Одно мгновение В разлуке С ним Кажется Им Миллионами Лет Габин Это Самые Различные Преданные Господа Их Особой Любой С Кришной Будет Подробно Писать Девятнадцатая Благодаря Десятой Песничной Пагутой Что называется Кришна Прогабатывает Лесной Пожар Какие будут Вопросы Заполним Обсуждения Если Боже Пожалуйста Да Да Пожар 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 Стоит Вот Мы Стоит Говорим О Насколько И Ночи Не Попоминаем О Дунах Магия От Роды Вот Пожар Говорит У Позаводители Эту Мою Материарную Энергию Очень Трудно Преодолеть Ну Вот Как Бы Когда Если Это Осознавать А Что Стоит Осознает Да Но Все-таки Он Не трудно Преодолевает На самом деле Реально Он легко Преодолевает Можно ли Сказать Как Преодолевает Преодолевает Хорошее Служение Или Как Это Понятно Это Не трудно А Выдолевает Вот Что Он Хуже У него Такое Настоящее Предназлужение Просто Он Так Упускает Это Отпередно Должно Полуголка Написка Раз Семь Семь Здесь Написано Что Это Тоже По Глуболки Что То Нетрудно Преодолевает Что То Трудно Что То Невозможно Преодолевает 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 Интересное Явление Майя Куда Мы С вами Не Поднялись На Какой Этаж На Какой Уровень Не Важно В В Собо Увидит Свои Отражения Обязательно Майя Сюда Будет Ряд Не Думайте Пожалуйста Что Так Просто Избавиться От Майя Вот Вы Садитесь В Лифт Например И Там Зеркало В Западных Лифтах Садитесь Зеркало Особенно Где Сотные Здания Зеркала Обязательно Нуж Жалуются Что Лифт Очень Долго Идет Зеркало Поставить И Жалобы Приходят Как Замеч Высотные Здания Лифты Идут 3-4-5 Минут Может Лифт Лифт Очень Тоже Подним Подним Прогрессируете Духу На Жизни Майя Тоже Подним Зим Она Ряд Не Отступает Точно Точно Ряд Майя Выше Этаж Тем Более Привлекательнее Майя Майя Невозможно Победить Даже Такие Великие Мудрецы Как Маркандея Муни Не заинтересованы Ни в чем Материальном Не понимают Как действуют Материальные Никто Не знает Что Это Энергия Кришны Маркандея Муни Знаете Что такое Маркандея Купидон Сам Приходил Перевать В медитации И он Там Лук Взял С стрелой С пушкой Особой Одна Такая Стрела И Всем Конец Сразу Любому И он Еще С группой Творческой Райский Красивый Женщин Прекрасный Лучший Болит Тонцовщица Абсары И они Там Устроили Программу Перед этим Маскетом Маркандея Муни Медитировал На Господа Своим Сердцем Лично И он Услышал Услышал Эти звуки И понял Что это Относится К нему Потом Он уже Осознал Что это Купидон Это Каматэк Здесь Со своей Свитой Ускушает Медитацию Успытания Моей духовной Жизни И он Открыл глаза И посмотрел На все это Купидон В то время Подумал О, я достиг Успеха Он открыл глаза Все Есть восприятие От него Очень трудно Потом отказаться Как только Он попробует Очень трудно Потом Отказаться Невозможно Кто в силах Победить Ваши Акадей Ему не послезал Но все Улыбнулся И затем Сохранил Чудо Из его тела Вдруг появились Столько же красавиц Но вот такие Красивые Что эти Абсары Застыдились И не смешали Купидон Растерянный Стоял С этим Глуком И знал Что делать Дальше А позорили Настолько Прекрасный Абсар Он Создал Абсар Сам Из самого Себя Из своей Энергии Что Устыдились Эти Абсары Созли И просто Убежали Чтобы Не позорить Маркаде Ему Не благодарут Такой Духовной Силой И он Подложил Медитацию И вслед за этим Когда он Передалил Это препятствие Очень Скоро Получил Дальше Господь На раю Наявился Ведем Поступительная Форма Желанная Я Воспустил Маркаде И у меня Он Такой Скин Такой Служение Такая Решимость Что Хочешь Спрашивал Какое Желание Вот Интересно Человек Чист Никаких Желаний Нет Это тоже Но и когда Господь Спрашивает Я Испытание Выборь То Что Ты Хочешь Тоже Испытание Маркадей Ему Не понял Этот Намек И он Просил Очень важную Вещь Застольную Вещь Мой Дорог Господь У меня Идет 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 Объясни Мне Пожалуйста Как действует Твое Обзор Немернее Никакого Ответа Ничего Недалек Немернее Маркадей Совершал Прекрасного Прекрасного Вопрос Очень важного Он Проэкнорировал Он был Блаженством Благодарить Господь Елился Ну Видимо Какой-то Песел Там есть Назнаждатель Видимо Я пойму Потом И все И сел Снова Медитацию И погрузился Надолго Он сидел Все это время Пока Вселенная Спешит Медитация Ничем Не делал Не участвовал Внутри Жизнь Шло И Кровали И он Почувствовал Что-то Изменилось Вокруг Поднялись Веселинские Ветры Все Стало Смешиваться Ворбиты Стали Смешиваться Земля Перестала Пахнуться Вода Потеряла Вкус Воздух Невозможно Было Сизать Вообще Все Вземля Сворачиваются Земля Входит Волг Вода Воздух 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 Все Обратно Сворачивается Права Наступает Он наблюдает Он Человек Жив Он Бессмерт Никогда Такого Не видел Ужасное Зрелище Захватывающее Зрелище Жуткое Зрелище Страшное Страшное Воздух Воды Стали Подниматься Все Сотопились Все Сворачиваются Все Измерения Сталкивались Непонятно Что было Все Потеряли Рассудок Животчества Гибель Стало Пролая Турлоги Вели В панике Все Даже Брама Беспокоился Конец Всего Настал Настал Конец В жизни Всего И в конце концов Маркандея Риша Оказался В этих Водах Потопа Где Ни солнца Ни луны Ни звезд Ни жизни Ничего Просто Бушующие Во мраке Волны И провел В этих Волнах Такое же время Миллионы 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 Ничего Ни существовало Наверное Никогда Потерял Всякую Надежду И веру Что 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 Еще Уберит Свою Жизнь И Вдруг Чудо Там Впереди Свет Он Плыл Туда В этих Волнов Бушующих Вселенский Ильян Волнов Увидел Острок Какой-то Необычный Край Неудивился В Безграничном Океане Странство Зеленого Острока Какой-то Светяще Что Что-то Что-то Существует Что-то Не разрушено Там Красивое Дерево Понят Гровные Листья Такими Гигантливыми На Ходей Он Не смотрит Ничего Не понимает Своим Разумом Аскета Разум Отшельника Ничего Не может Понять Что За Явление И Замечает На Дом Листочках Дерево Баньян Ребенок Листочек Такой Листочек Как Фигусовое Дерево Такой Железок Красивый Беззабот Изменти И Сосет Палец Правильно Не Вот Вау Что Говорит Смотрит На Маркан Дерево И Улыбается Еще Больше Проблем Что С Девочки Такое Представьте Полное Пустошение Спит Столку Человек Жив Жив Бёрт С Ума С 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 Чувство Есть Ничего Не Можешь Ощущ Ум Есть Ничего Не Можешь Понять Тело Есть Но Нечего Делать И Тут Это Дерево Баньян Остров Ребенок Как Непонятно Наслаждается Улыбается Смотно Маркандей Огукой Маркандей Очень удивился И стал Очень серьезно Смотреть Это Ребенка Перестав Зевел Взгляд Как Бауля Лазер Скедр Сумасшедший Звыг Расстребанный Волос И Измученный Миллион Миллион Потопа Постоянно Маркандей Заскучал О Смучное Звелище Стал Зевать Волос Ребенок Вся Вселенная Покоится И Тут Почувствовал Полное Отврождение К своему Существованию Физическому И Спонтанно Вошел Ребенка Улыбнул А затем При выдохе Снова Вышел Это Тоже Ребенок Мах А Вишен Такая Афора И Снова Началось Творение И Снова Маркандей Стал Что-то Искать Какие-то Аскенды Совершать Сел В медитации И тут В голос Провой Голос Неба Вишну Маркандей Амуни Маркандей Что Ты Спросил Как Детонализован Энергия Я Показал И Секунды Прошло Замер Вечности Академ И Секунды Прошло Прямо Ни угодно Ни идет Так он Назывался Цех Чарльюс Но он Так и не понял Когда Пришла Эта Майя И когда Ушла Есть Другой пример Как действует Майя Комар Влетает В щель Переходит Обратно Влетит Не может Не знает Как Но Ваш Это Материальный Мир Не поняли Так Тем более Не знает Как Путец Не думает Что так Легко Преодолеть Ушел Ветер Путец Я Хотел Хотел Спросить Сколько Сильные Последствия Наших Протеряльных Действий Если Если Ситуация Не Тянут Несунов Тянут Она Пришла Самой Собой И Мы Мы, если я не принимаю, значит, мы отцепляем какой-то опыт, какие-то реализации и все консо-консультации учителя. И как еще это может влиять на, допустим, вот мои отношения с Кришной развивающие, если я какое-то отделяю. Есть отношения, а есть какое-то отделение. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что важнее, действие или его наследие? Подумайте еще раз. Не спешите. Действие или последствия? Действие, то есть, когда оно первое. Похоже, не думайте. Если вы не можете мыслить, как же вы будете жить? Как же вы будете понимать правильное решение? Перед тем, как сделать действие, подумайте о последствиях. И это будет решение. И это будет решение. Не то, что я что-то хочу сделать и все. Теперь подумайте о последствиях. Это и будет правильное решение. Ваше ответственность, что такое? Можете ли, пожалуйста, упоминять? Ответственность. История. История. Честность. Честность. Синоги. Честность. Или недвойственность, так же, может быть. Двойственность означает, что ум говорит одно, а поступки другие. То есть, язык говорит одно, а поступки другие человека. Разно. Двойственность. Залить себя или еще. А если есть официальность на твое? Говорит и делает одно и то же. И думает так же. Это истинник. Вы такой вдохновляющий пример рассказали, как у преданного лицо приелилось во время рожделения. Скажите, пожалуйста, как практически достичь такого состояния? Может быть, передержком потаневаться, так же? Да! Ох! И так, открывай, открывай. Войти в роли, чтобы просто не слышать. Вожделение дает некое приятное ощущение. Определенные эксцентры возбуждаются, и человеку кажется, что он наслаждается. Иллюзорное такое. Возбуждение, впутать наслаждение. Как будто бы наслаждение. Если медитировать на это ощущение возбуждения, человек не сможет его преодолеть. Чем больше он медитирует на эти ощущения, чтобы их остановить, тем сильнее они становятся, наоборот. Их нужно игнорировать. Представьте, что-то отвратительное. Если вы посмотрите, что просто сплошнит. Что вы увидите? Кто дальше смотрит не будет? Просто там, мельком, кучка такая-то лежит. Вы нос закроете и гонок. Игнорируйте. Но если вы прикованы к этому объекту, вы вступаете в конфликт. Есть, скажем, какие-то источники рандожжения, или люди, какие-то беспокоятся, или враги. Если вы вступаете с ними в конфликт, вы ввязываетесь, вот умаю, падаете с кинзией. Если вы просто игнорируете и занимаетесь служением, вы освобождаетесь. Пододумайте. Гуру Махарадович, в Шрии-Шапанишадах есть такой трудный момент для понимания, но в крайнем случае для меня. Там, говорится, предлагается преданному изучать видео и овидео для баланса. Вот с точки зрения анархоневрития, как вот можно это пояснить по теме семинаров? Видео и овидео изучить нужно путь невежества и путь знания. Сейчас очень трудно различить эти вещи. На практике. В философии мы можем это, конечно, описать. Буду невежество, буду благость, симптомы. Но сейчас сложно их разделить практически. Как, например, мы говорим об уненобродетели нередко. Что брендный должен жить у недобродетелей в полиции. А что такое будет брендить? Практически. Ну, преданно скажет, это омовение регулярное, чистая одежда, это саданная бабка, чтение книг. Так? Крутируем, ну, ладно, сверху. Но на самом деле это качество. Подразумевается, что делаете вещи, мы раздавим ее на культуру как качество. А что это такое? Доброта. Это особая доброта в знаниях. Особая. Не мирская доброта. Доброта в знаниях. Это и есть благородительство. Но частные, что преданные не видят этого, не могут на практике это увидеть и понять. Это читают книги и делают все правильно. Но они, следуя практике, становятся иногда жесткими, агрессивными или холодными персональными. Где же это? Доброта. Где же это? Доброта. Где же это составляет? Зачем тогда мы все это делаем? Зачем тогда одеваем все эти одежды, ставим тело, и повторяем фактически? Для чего? Кто гордится себе? Мы говорим, что очень сложно сейчас в Еркане различить практический, философский. Мы ответим на любой вопрос. Особенно если вы прошли бакхи-шастрины. Сложите на ноги в розыск. Потому что это образовательство. Но на практике это сделать будут труднее. Поэтому Прабада Насарасвати говорит, если в Панишадах ничего не описано о Вридаване, мне не нужно больше. Если Ведата Сутра ничего не говорит о Вридаване, меня это не интересует. Ни Ману Самхита, ни что другое, если там не говорится о Кришне Вридаване, мне это не интересует. Потому что единственный критерий правды, неправды, неправильно, неправильно, это то, что хочет Кришна. Это то, что делают жители Вридавана и все. Которые не знают Писание. Они могут быть негравотными и резкими жителями, но они знают Кришну. Я не променяю эти философские всевозможные споры и изучения на просто прожалпу жителей Вридавана в Раджабасе. Вот там нехтар. Там есть плен. Про Кришну, про Джатилу, про Кутилу и все остальное. Только трансцендент и сплетен. Вот это меня привлекает. Вот это и есть моя правда. Это истина. Даже угодно добродетель сейчас очень трудно объяснить. Даже опытный предмет. Поверьте мне. Я это говорю, но я тоже не все понимаю в этом, в этом области, что это угодно добродетель. Для этого нужно было заглянуть на райскую планету чуть-чуть хотя бы, что это угодно добродетель. Но мы можем служить Кришне. Можем получить милость Господа Чикаги. Можем понять настроение Радхарани. Видите, как все? Удивительно. Поверь на слышание. Поверь, пожалуйста. А вот Вы говорили, что нужно как бы обрезать все сорняки наших, а нас как садовник это делают. У меня такое еще небольшое непонимание складывается в том смысле, что у нас процесс концентрации на позитивном нежели на негативном. То есть так же, как у нас отпали желания к курению, к мясу и так далее. То есть концентрировались на чем-то позитивном у нас не все автоматически отпало. То же самое случается с нами или в этом смысле да. Вот в этом смысле как сейчас приводится к примеру, это правильно. В Дите Кришна об этом говорит, что изведав выше вкул, человек, естественно, отказывается от лишнего вкулса. Просто приходит. Это так. можно ли совмещать духовную праку и просмотр корнических фильмов, сериалов? Сериалы? Ну, корнические сериалы. Да, как чё, вы одеваете на руку и сериалы. включает. 64 команды. Вот так вот только сериалов. Достаточно. Только первые сериалы можно совмещать. Да. Интересно посмотрим, что получится. Что на выходе? Когда? Про годавр будет интересно. Если выключить интервьюзором, то хорошо. А, если выключить интервьюзором? И смотреть сериал. Хорошие предложения. В реальности все более и более опытные у нас. Можно? В одном деле вы сказали, назвали вновь геннистом массивной ананимии. Я пересказывала про дельфюк. Сустрин назвал главную ананимию. Сустрин главную. Но Мадыш сказал я ошибаюсь. Самое главное надо показать. Я так оказалась что вы не понимаете. Действительно это так. Какая разница? Согласно Багово Вожделение там описывается как все пожирающие врачи у существа. Главное. Иногда говорится, что главный враг жадность. Потому что вы никогда не сможете благотворить. согласно Багово Дити речь о вожделении, что именно вожделение толкает человека к прикольным поступкам. Именно они. То есть разницы нет. Сильнее, главное, не сладенье. Не все сильнее, но главное вожделение. Вожделение это та самая прямо Бахти трансформированное вожделение. духовной жизни вы можете в какой-то момент выделить что-то как главное. Какой-то момент как главное. Сейчас главная наша обязанность слушать. Но когда мы пойдем к себе в вашем или в храм, то главное это идти ногами услышать, проходить. А там главное воспевать. А потом будет утром главная обязанность потянувать галмарати. Потом принять просады главное и приготовить. То есть это может меняться в соответствии с остальные обстоятельства. Но согласно Багаву Длитель это вожделение как от той силы, которая именно и толкает человека совершенно в силу. Это вожделение. Собственно это единственный рак. Мадра Чария говорил, что если у человека была бы вторая такая нация предпочтевения, он бы никогда не смог понять что такое любовное, что такое население. Никогда бы не смог различать такие вещи. Можно изображать в кризисе в полной жизни продюсировать если мы правильно исследовать заниматься, успевать, в кризисе. Избежать кризиса? Да, кризисе. Нет, не избежите кризиса. Как можно избежать кризиса? Даже не пытайтесь сказать, здесь будет обязательно. Не бойся. Это нормально. Отличаясь процессом. Тело же меняется. Вот эта перемена делать так же будет кризис. В какой-то момент вы составитесь, это будет сначала как кризис будет. Потом нормально. Потом подумайте, это молодые недостатки. У них проблемы. выводят все выводят. Кризис в жизни, если так посчитать, технически, семь кризисов должно быть. Семь. Семь. Семь говорят. Примерно можно так сказать. Ну, вообще людей больше сейчас. Сейчас каждый день кризис. Семь семь. Я семь еще. Все являются кризисом для условных будущих. Ниже не у следующего кризиса. Замуж не вышла до сих пор кризиса. Замуж вышла и пришли кризис. Кризис на кризис и кризисом погодают. Лео Кали особенно много таких противоречий. Ну, нам нравится. Лео Кали исключить. Жить можно? Людям нравится. Столько возможностей в телевидении интернетушевых. Столько развлечений. И не расстраиваются. Это прервы комплексуют. Кризис у прервов. прервов. Люди говорят «На программе». На футбол спешит «На программе». Понял. ха-ха-ха. 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 Весь не могла коровы. Вот такие вот, да? С моим никаких кризисов будет. Такая добрая, теплая, такая мама, и вы ее кормите, и сразу счастья, никакого кризиса. Знаешь, как это? Корову покормите, приятно послужите, маму постоите, просаживайте. Если у вас большой кризис, большой пир приготовьте. Гостей-гостей поешьте, кризис уйдет. Готовьтесь к кризисам и хорошего проведения. Как к празднику. В семье кризисы уважайте гостей, приятные позиники, накрывайте, красавицы, все очистится. Чего вы беспокоитесь? Вы сказали, что материальная энергия майя, она все время будет рядом с тобой находиться. И, значит, ее не преодолеть. То есть только по милости получается, да? От нас только усилия зависят. Но сами мы не преодолеем майю, да? Только по милости. Майя, как зеркало. Как зеркало. Она показывает наши достижения, наш облик. Но Кришну не показывает. Заметили? Мы видим себя в этих успехах в своей жизни. И все отразделяем с собой, с собой, с собой. Это личное отражение. Но когда, когда Кришна же повелевает майя, и говорит, отпусти его премного, он искренний и предный. Когда он убеждает, что искренний и предный. Вы увидите в этом изображении рядом Кришну. Это особая милость майя. Она больше не будет скрывать этого. Насколько вы его скрываете. И тогда вы поймете, откуда эти все достижения, эти успехи в моей жизни вообще пришли. Все, значит, нет. Ишевай цветам сорвам. Нирмам, и ничто не мое. Все принадлежит Богу. Начинаете ее видеть чистыми глазами. Майя, она может состояние деградировать жизнь, что это живое существо. Через Гуды вы теряете кровь. И через эти же Гуды можно освободить. Через Сатва Гуды. А Сатва Гуды – это ведь вещи, какие есть на самом деле.